Аглата, россияне! Вокальная группа Надымчанка из Тюмени покорила своими выступлениями жителей района. Кадриль и русские народные песни – визитная карточка бывших жительниц Крайнего Севера. Женщины просят не путать их с бурановскими бабушками. Хоть им и за 60, они полны молодости. Ну, бурановские бабушки у них, наверное, своё национальное, народное. А мы поём разные песни. И песни советских композиторов, и российских, и ямальских. Короче, какая нам песня понравится, такую мы исполняем. В составе вокально-инструментального ансамбля Надымчанка 14 человек, и только один из них – мужчина. Он же руководитель коллектива. Виктор с музыкальной фамилией Резник аккомпанирует на баяне. Он хоть и поддержал название ансамбля Надымчанка сам в городе впервые. Скажу честно, меня этот город очаровал. Я просто в него влюбился. Маленький, компактный, уютный, чистенький город. Прямо вот сказка какая-то. А вот основной состав коллектива большую часть своей жизни посвятил Надыму и только после пенсии переехал в Тюмень. Валентина Алексеевна Зацепина на север приехала в 1972 году. Она ветеран труда. Надым старается приезжать как можно чаще. Вот мы были и на Дне Оливоневода, были мы на 50 лет на Дыму. День города тоже нас приглашали. И вот сейчас очень хорошее нам сделали предложение. Мы ездим и даём концерты. В этот раз на Ямал музыкальная группа впервые приехала полным составом. И не просто так, а с гастрольным туром. И хотя в Тюмени им есть чем заняться, они постоянно жаждут творческого общения с Надымчанами. Мы там не остались одинокими. Мы в социуме находимся. Занимаемся кто чем желает заниматься. Кто-то вышивает, кто-то с дачей занимается. Музыкальный тур по Надымской земле завершён. И тут же новое выступление на общем сборном концерте в Тюмени. Среди зрителей немало тех, кто после пенсии переехал с Ямала на Большую землю. Андрей Романов, Марина Осколкова. Время Ямала. Надым. Тюмень.